друзья приветствую вас на нашем канале перед просмотром хотелось бы попросить чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под роликом ведь ежедневно мы стараемся только для вас благодарю а мы начинаем телеведущий ларри кинг скончался в возрасте 87 лет в начале года его госпитализировали с коронавирусом засученные рукава подтяжки и непринужденная манера интервью это фирменный стиль лари кинга ставшего одной из легенд американской журналистики на протяжении карьеры длиной в 60 лет почти половину из которых он вел свою авторскую программу на телеканале cnn king брал интервью у наиболее известных мировых политиков звезд шоу-бизнеса и ведущих спортсменов на пике популярности выходящие в прямом эфире ток-шоу larry king life за ночь смотрели полтора миллиона зрителей когда в 2010 году вышла его последняя серия larry king life поставила рекорд по времени существования телепрограммы с бессменным ведущим за что попала в книгу рекордов гиннеса в своем видеообращении которое прозвучало в эфире последней передачи тогдашний президент сша барак обама говорил что ларри king открыл наши глаза на мир за пределами наших гостиных по словам cnn кинга назвали мухаммедом али телевизионного интервью многим россиянам из тысяч его интервью прежде всего запомнился разговор с президентом владимиром путиным в 2000 кинг задал ему прямой вопрос скажите мне что случилось подводной лодкой курск с легкой улыбкой ответил она утонула и эта фраза стала одной из самых знаменитых цитат российского лидера лоуренс харви зенгер larry king родился в бруклине в тридцать третьем году он вырос еврейской религиозной семье хотя во взрослой жизни стал агностиком отец larry king и эдвард ушел из жизни когда ему было всего 44 года и юный кинг на тот момент окончивший среднюю школу на протяжении нескольких лет работал чтобы помочь своей матери вскоре king которому было на тот момент чуть больше 20 лет осознал что хочет связать свое будущее с журналистикой и отправился во флориду работать на радио говорят что за несколько минут до первого выхода в эфир начальник радиостанции попросил лоуренс зейгера представится другой фамилии с менее ярко выраженным этническим оттенком его взгляд упал на газетную рекламу магазина продажа алкоголя king's will say ликер так родилась фамилия king в 50 60-х годах он постепенно поднялся выше уровня местной радиостанции и в 78 приобрел популярность во всей стране как ведущий ночной программы в эфир которой звонили слушатели затем он стал работать на cnn по данным этой телекомпании за свою многолетнюю карьеру king провел более 50 тысяч интервью он беседовал со всеми президентами сша начиная с джеральда форда его список известных гостей настолько длинны что перечислить всех невозможно он выиграл бесчисленное количество премий наград включая престижную премию прибоде за свои выдающиеся достижения в радио и телевизионной журналистике некоторые критиковали кинга за то что тот относился к своим героям слишком мягко и преимущественно задавал открытые вопросы сам king это отрицал на протяжении многих лет у лари кинга были серьезные проблемы со здоровьем в том числе диабет и стенокардия в 2017 году он перенес операцию по лечению рака легких два года спустя инсульт после чего несколько недель оставался в коме 88 он основал фонд сердечных заболеваний лари кинга благотворительную организацию которая помогает финансировать лечение сердца людям с ограниченными финансовыми возможностями и больным без медицинской страховки говоря о своем наследии кинг выражал надежду что смог обогатить знания людей развлечь и увлечь публику светлая вечная память благодарю вас за просмотр делитесь видео с вашими друзьями пишите ваши комментарии подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей удачи Dang, ты смешанушка א Anti-рус-как